Референсные слои Сделанные в оригинале повторятся на референсном слое Давайте рассмотрим, как их создавать и редактировать Для того, чтобы создать референсный слой Выделите нужный слой или несколько слоев И нажмите кнопку Reference Layer Или воспользуйтесь контекстным меню Готово! Теперь все анимационные каналы референсного слоя Подключены к каналам оригинала Но их можно отвязать Просто выделите референсный слой И сделайте ключ в канале, который вы хотите отсоединить Давайте для примера поставим ключ на анимационный канал Layer Translation Чтобы отвязать позицию референса от оригинала Ну и канал цвета заливки Во всем остальном референсный слой все еще повторяет свой оригинал Чтобы привязать канал обратно Кликните по его иконке правой кнопкой мыши И выберите Sync Channel to Original Чтобы связать все каналы сразу Вы можете сперва объединить их в один И перепривязать все за раз Также можно воспользоваться командой Sync All Channels to Original Команда Update Layer Reference Позволяет обновить референс, если его содержимое отличается от оригинала Это необходимо, если, к примеру, вы что-то удалили в референсе Или дорисовали в оригинальном слое И хотите вновь сделать их одинаковыми Кстати, иногда референсные слои или группы могут обновляться не совсем корректно В таком случае просто удалите содержимое референса И все обновится нормально Locate Original Layer Позволит вам быстро перейти к оригинальному слою Ну и Break Layer Reference Полностью отвяжет референсный слой от оригинала и превратит его в самостоятельный слой Обратите внимание, если вы применяете эти команды для группового референса А это группы, переключатели и скелеты Они применятся для всех подсвоев тоже Теперь рассмотрим несколько примеров, зачем вообще нужны референсные слои Взаимодействия персонажей с объектами или другими персонажами Самый простой пример Вам нужно посадить персонажа за стол Тело должно быть за столом, а руки перед Вы создаете референс персонажа И отключаете в нем все, кроме рук Проблема решена Да, вы можете сделать анимацию и потом просто продублировать персонажа Разделив его таким образом на части Но если вам нужно будет вносить правки, каждый раз придется дублировать персонажа по новой Так как правки не распространяются на дубликат С референсным слоем вы можете вносить правки сколько угодно И даже сразу анимировать персонажа уже с созданным референсным слоем Удобно же Продвинутая сортировка слоев Референсы дают возможность делать сортировку частей тела по глубине И при этом анимировать всю конструкцию через оригинальные слои Вы можете найти наше видео на эту тему в подсказках и в описании Инфографика в MOHO Используя скрипт от стена, можно наплодить объекты, достигая различных эффектов В этом случае референсные слои позволяют редактировать анимацию оригинального объекта После того, как копии были созданы А это позволяет сразу видеть изменения во всех копиях и намного легче достичь нужного результата Скачать скрипт и посмотреть видео можно по ссылке в описании или в подсказках Не забудьте посмотреть вторую часть Сложные маски Иногда нужно отделить контур от заливки и работать с ними отдельно К примеру, если персонаж нарисован с контурами, это позволит срезать маской рот при поворотах головы Ну и простой пример Маска для глаз с контуром Кстати, насчет сложных масок Я планирую сделать отдельный урок на эту тему И да, мне очень интересно, пользовались ли вы раньше референсными слоями Дайте знать в комментариях И если да, то для каких целей А на этом все Спасибо за просмотр Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok